Наш земельный участок никогда не входил в парк, он был всегда с ним граничащим. Более того, с 2006 года, когда появилось такое понятие, как генеральный план и правила землепользования и застройки, наш участок никогда не был ни в рекреационной зоне, ни в зоне парков. Это было либо ОД-2, либо Ж-4-80. В 2013 году, оплатив деньги, мы заключили договор купли-продажи, приобрели его в собственность. На тот момент наш участок находился в зоне Ж-4-80, это многоэтажное высокоплотное жилищное строительство. И мы обратились в администрацию с просьбой изменить целевое назначение земельного участка. Опять-таки, все в рамках закона и действующего на тот момент законодательства. Мы постановление об изменении целевого назначения администрации издала в августе 2013 года и в сентябре. И впоследствии мы нашли инвестора для того, чтобы реализовать здесь строительный проект, потому что строительство по городу началось повсеместно. Застройщик сделал проект, который прошел экспертизу и получил решение строительства. Это было в 2014 году администрации. В 2016 году начались строительные работы, но сразу они были остановлены в связи с наложенным Октябрьским судом арестом. Нам сразу стало понятно, что это не просто граждане близлежащих домов обратились в суд, что за этим стоят совершенно другие интересы. Но и все последующее это подтверждало. Администрация решила использовать механизм, который она использовала уже неоднократно. Первая жертва это была шайба на советах, потом пляж, когда людям также выдали разрешение на реконструкцию, строительство. Люди сносят свои объекты недвижимости, после этого идут исковые в суд по любым поводам надуманным, и происходит изъятие земельного участка. Так же было и в нашем случае. Мы ведь обращались в администрацию города с просьбой дать нам возможность восстановить здание. Это был март 2019 года. Нам администрация отказала на том основании, что нет здания, нет участка. В смысле, да, то вы не имеете права пользоваться участком. Хотя это не так. Мы имеем право в течение 3-3 лет восстановить наше здание, так как оно было разрушено в рамках выданного же администрации разрешения на строительство. Однако нам отказали. Мы обратились в прокуратуру, ходили, например, к прокурору. Значит, он, видимо, после этого это что-то возымело какое-то действие, и меня пригласил глава города к себе. Вот, где мы обсуждали, что нам... Я ему тогда предложила, говорю, понятно, что выплатить нам по рыночной стоимости, это дорого для бюджета. Говорю, дайте нам другой участок. Там, допустим, в районе рыбзавода. Мы же не против. Вот, но он вызвал начальника своего правового отдела Чутова, сказал, что да, да, с вами будут общаться, вас соберут, будем решать. На этом дело закончилось. То есть мы почему бы бились за это? Потому что я прекрасно понимаю, что если бы решение суда было не в нашу пользу, на нас бы просто плюнули, как в том фильме «Гараж». Если мы не рассмотрим это сейчас, мы к этому не вернемся никогда. И просто с нами больше никто бы никогда бы не сел за стол переговоров. Сейчас у нас появился шанс. Естественно, они будут в Краснодар обжаловать, да бог с ними. Но, по крайней мере, это может подвигнуть администрацию начать с нами разговаривать. И мы же не говорим сейчас, что прям стройка завтра начнется. Нет. Вы дайте нам реализовать наши имущественные права. Дайте нам что-то взамен. Если вы решили здесь сделать парк, либо выплатите нам рыночную стоимость, соберите ли нас, застройщика, там, я не знаю, дольщиков, и хотя бы просто поговорите. Ну, нельзя же так нагло, нагло и безнаказанно отбирать. Вот надо было, если бы вы видели, что они творили сейчас на суде, вызвали пристава. Вот просто наглая безнаказанность. И со стороны этих, так сказать, ИСОВ, за которыми стоит администрация, и они привыкли к этой безнаказанности. И администрация также вела себя, учитывая, что она в этом же процессе и ответчик, и она тут же истец. Ну, я не знаю, раздвоение личности.